Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 4 сентября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется, сохраняется нисходящий импульс. Следующие цели по снижению это движение в области 1.15.27 и далее уже среднесрочная, долгосрочная цель отметка 1.12.90. Напомню, что в пятницу пробили минимальные значения, которые были зафиксированы 29-30 числа, подтвердив сохранение нисходящей тенденции. Ну и собственно сейчас, на момент записи данного видео, мы торгуемся ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу и вчера в понедельник. На текущий момент ближайший стоп-лосс при открытии продаж имеет смысл скорректировать на максимальные значения 31 августа, ну и дальше уже, соответственно, сопровождать данную сделку. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальной значения 31 августа, которая была зафиксирована по цене 1.1689. Пара британский фунт-американский доллар продолжает свое движение нисходящее, которое у нас также началось в конце прошлой недели. В пятницу, сегодня торгуемся уже вблизи минимальной значения 29 августа, ну и собственно следующая цель по снижению находится в области 1.28, далее 1.2649. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться первая выше максимума в понедельник и дальше среднесрочный уровень, отметка 1.3028, максимальное значение прошлой пятницы. По паре американский доллар, канадский доллар сохраняется тенденция восходящая. Сегодня торгуемся вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 24 августа. После преодоления данного уровня будем двигаться по направлению на 1.3170 и 1.32 ровно. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3044. По паре американский доллар, японская иена сегодня с утра мы видим обновление локальных максимумов. Для того, чтобы говорить о начале покупок по данному активу с точки зрения формирования нового паттерна восходящего, нам необходимо дождаться закрепления выше отметки 111.18. Максимальное значение, которое было вчера, закреплением будет служить по крайней мере одна свеча, которая и открылась и закрылась выше данного уровня. До закрытия 9-часовой свечи у нас остается еще 18 минут. Если эта свеча сможет удержаться выше данного уровня, то можем говорить уже о переходе вновь к восходящей тенденции и рассматривать покупки с целями роста ближайшими до 111.81, среднесрочной цель 112.41. Ну и, соответственно, ближайшую стоп-лоссу имеет смысл располагать за минимальными значениями понедельника, который был зафиксирован по цене 110.81. По паре австралийский доллар и американский доллар дошли до целевого уровня среднесрочного значения, который вчера мы видели в области 71.65. Сейчас по австралийцу может образоваться непродолжительная коррекция, основная тенденция сохраняется нисходящая, поэтому здесь продажи будут оставаться в приоритете. Цели по снижению среднесрочной от области 69.16 после завершения данной коррекции также имеет смысл рассматривать присоединение на продажи по австралийцу. Еврофунт вчера смог закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу, пробили максимум, который находился в области 89.86, что дает предпосылки на возобновление восходящего движения по данному активу, следующее с целями роста на 90.95. Рассматривать продажи вновь будем в том случае, если Еврофунт сможет закрепиться ниже минимальных значений пятницы, которые были зафиксированы по цене 89.36. Золото продолжает свое движение нисходящее, которое у нас началось на прошлой неделе. Следующие цели по снижению это область 1183 доллара за тройскую унцию, а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если золото сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы также в пятницу на прошлой неделе по цене 1208 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent сохраняет тенденцию в восходящую, цели роста это область 79.97.80 ровно. Ближайший разворотный уровень на текущий момент в рамках часового таймфрейма отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы также в пятницу по цене 76.94. По индексу DAX тенденция нисходящая на текущий момент пока сохраняется. На момент записи видео мы еще не получили свитчи, которая закрылась выше максимума, которые были сформированы вчера в понедельник, что даст предпосылки на начало вновь восходящего движения по данному активу с целью роста до 12.585. На текущий момент, пока мы не закрепились, тенденция нисходящая сохраняется, цели по снижению 12.106. Ну и биткоин продолжает свое движение восходящее. Вчера торговались вблизи максимальные значения, которые были зафиксированы в воскресенье, пока обновить их не смогли. Ну и собственно там лежит следующая цель роста, уход выше отметки 7.300 долларов за один биткоин и движение дальше по направлению на 7.764. Возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если в рамках числа выпицы ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 7.143, ну и среднесрочный уровень 6.719. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok